Всем привет! Это очередной выпуск Майоропейна, причем не запланированный. И да, у вас не галлюцинация, это действительно Black Ops 2. Несмотря на то, что в предыдущем видеоролике я говорил, что видео по этой игре не будет, но судьба распорядилась иначе и в руки мне попалась как раз-таки эта игрушка. Дело в том, что я не очень часто сейчас захожу на Steam, а тут как раз зашел и опа, бесплатные выходные, можно было поиграть как раз-таки в Black Ops и купить ее якобы со скидкой за 20 баксов. Ой-ой-ой. Ну кому хочется, тот купит, наверное, или уже. Скорее всего, уже купил. У меня такого желания не появилось даже после игры. Я все-таки хотел записать чистый-чистый первый взгляд, но не получилось. Видео немножко запылилось, но ничего. Ничего. Вот сейчас так вот выглядят классы. Можно выбирать абсолютно любое оружие, абсолютно любые перки, как я понял. Но у вас только 10 слотов. Или слотов, как правильно. И вот вы можете как бы устанавливать в эти слоты то, что вашей душе угодно. По поводу вот этих вот аттачментов на оружие, всяких обвесов и прочей хренотени, это как раз-таки открывается, как и в предыдущей MV-3, чисто за рост XP на вашем оружии. То есть чем больше вы убиваете врагов, тем больше всяких обвесов вы можете открыть. В принципе, по обвесам ничего такого сверхнового нету. Стандартные коллиматоры, лазерные прицелы, глушаки, приклады и бла-бла-бла. Не буду я на этом зацикливаться. Поговорю, пожалуй, об арсенале, который здесь довольно маленький. Такой же, как и в предыдущих частях. И я до сих пор не понимаю фишки, почему из предыдущих частей в последующие нельзя добавлять оружие. И сейчас бы, к примеру, для любителей разнообразия, так называемый магазин оружия был бы огромен. А так, к примеру, в классе снайпера нам доступно сейчас только 5 вариантов снайперских винтовок. И основной минус, я считаю, что касаемо всего оружия, которое в Black Ops 2 представлено, то, что оно не имеет собственного лица. Я не знаю, как это точнее выразиться, но по большей части, грубо говоря, большинство оружия это некие пукалки. То есть, в том же МВ-3 каждый ствол обладал какой-то индивидуальностью. Я не знаю, каким образом это добивалось. То есть, и за счет, может, прорисовки, и за счет звука. А здесь вот, реально, оружие похоже на то, как я говорил в первом взгляде по Black Light Retribution. Оружие представляет некую пукалку, которая издает не выстрелы, а как будто кто-то записывал барабан по картону. Вот здесь почти то же самое. За исключением пары пулеметов, здесь звуки у оружия ужасные. И прорисовка некоторых, особенно там револьвер, вот есть экзекьюшнер. То есть, он ужасно, на мой взгляд, прорисован и реализован. Дробовики тоже. Ну, это лично мое мнение. Может, кому-то нравится, но оружие реально выглядит не то, что там плохо или как-то. А все-таки это военный, можно так сказать, аркадный шутер. А оружие выглядит, как в каком-то Team Fortress шутливо. Для меня это довольно существенный минус, блин. Я скатываюсь к обзору, хотя не люблю делать сейчас обзоры. Но, тем не менее, просто, как бы, хотелось рассказать о минусах. Потому что, в основном, все вот видеоролики, которые посвящены Black Ops 2, да, они все говорят, а какой Black Ops классный, вау, супер. А у меня такого нету. Ну, это реально нету. И второе, вот, что реально, как бы, бесит, это то, что нету чувства новизны. Нету такого, что я играю, ну, какую-то новую игру. Я, как раз-таки, довольно долго не играл в MV3. И для меня, вот, ну, заход в эту игрушку. На самом деле, вот, если бы мне дали сразу вот in-game, скажем так, то я бы особой разницы не заметил. Единственное, там, ярче краски, там, и прочее. И здесь вот, к примеру, менюшка нормально прорисована, а не там на спехе, наверное, рисовали в MV3, потому что меню просто ужасное. Кошмарное, я об этом, по-моему, говорил. Вот. А так вот, для меня, вот, именно с четвертой части, наверное, последующей части колды, это равносильно аддону. И если бы разработчики, на самом деле, были честны именно с игроками, то цена, к примеру, аддона, естественно, она, там, к примеру, там, 10 долларов, да. Но они, естественно, каждую вот эту часть позиционируют, как, ну, новое, что-то новое. И, к примеру, диск для того же PS или Xbox будет стоить, там, в районе сотни долларов, да. И, к примеру, за что я плачу, ну, за что я вообще плачу? У меня такой вопрос, потому что абсолютно ничего нового здесь нету. И в любой части, вот, мне кажется, можно сделать такое подменю, такое, типа, как новые карты, вот, они добавляют, и создают такое менюшку, типа, под режим. И вот, я говорю, надо было со времен 4 сделать вот такое огромное подменю, в котором был бы, там, типа, там, режим Black Ops 2, режим MV3 и так далее. То есть, на самом деле, я говорю, что, ну, как бы, смех смехом, а на самом деле это было бы честнее. И, по поводу еще нюансов. Естественно, респауны, которые, вот, присутствовали в Black Ops и обычном, они здесь сохранились. То есть, к примеру, вас убивает враг, вы тут же респитесь у него за спиной и убиваете его. Делайте ревенчки. Просто замечательно. То есть, я думал, ну, сколько уже времени можно было перерабатывать систему респаунов, по-моему, можно было создать что-то уникальное. Или взять, к примеру, как в том же кейсе, да, где точка А и точка Б. И оттуда, вот, ну, пускай респятся противники. Но существующий алгоритм респауна, он ужасен, на самом деле. По поводу карт, они стали, по-моему, меньше, значительно меньше. И это, с одной стороны, плюс, потому что динамики в боях значительно больше. Но, если вы не задрот какого-то там 20-го престижа, то, к примеру, с классом снайпера играть вообще некомфортно. Ну, лично мне. И с тем же пулеметом совсем не круто перемещаться. И, естественно, здесь превалирует, как и в предыдущей части, классы именно легкие, с пистолет-пулеметом. Или можно вообще даже вот на обычной карте брать того же Найфраннера и просто-напросто людей карать. И здесь очень интересно есть оружие. Баллистик Найф, где можно им и резать, и швырять. И вот таким вот классом, если взять перк... Я забыл, как он здесь называется. В МВ3 он назывался Падальщик, да, для пополнения боезапаса. То можно, я говорю, что очень долго нещадно карать команду противника. Вот в целом, что по основным каким-то вопросам. Здесь вот я, на самом деле, первый раз на этой карте как-то миксую классы, смотрю, где плюсы, где минусы. И где-то просто туплю, куда идти. Потому что очень много ящиков навалено. И непонятно, в какую сторону, или точнее, с какой стороны появятся враги. И вот здесь вот я как раз нарвался на ловушку. Ловушка, кстати, довольно интересная. Ставятся две каких-то палки. И если вы рядом с ними пробегаете, вас поражает электрошоком. Довольно интересная фича. Я ее потом, когда она открылась, использовал. Очень понравилась. Если, к примеру, вы любите особенно кемперить, это просто незаменимое оружие. Даже лучше, чем бетти, которая здесь присутствует. Итак, закончился этот раунд. Наша команда победила. На киллкаме сейчас какой-нибудь эффектный килл. И, кстати, вот по поводу киллкамов. Дело в том, что это вот, ну, как бы, живой матч. А, здесь смена сторон, так что продолжится еще наша эпопея. Так вот, по поводу киллкамов. И здесь дело в том, что есть ситр, ну, театр. На воспроизведение ваших реплеев. Но почему-то в реплее сейчас не отображается киллкам. Я не знаю, может быть, я просто, как бы, не вникал в настройки. Потому что не так много времени было на освоение. Но, если вы не записываете именно онлайн. Вот, как я сейчас записывал чисто онлайн с фрапсом. Вот. То в повторе, во всяком случае, пока что я не нашел этой фишки, чтобы отображался киллкам. И, к примеру, если вы сделали какой-то эффектный килл. Я к чему говорю. То есть, если вы сделали эффектный килл, то вы его, наверное, не увидите в каких-то таких вот красивых ракурсах. Ну, можно, конечно, подмонтировать. Но это так. Заговорился я. Так, и у меня думалка закончилась. Вроде по всем вопросам сказал. А, наверное, вернусь к теме аддонов и полноценных игр. Некоторые, наверное, кто может посмотреть этот ролик, скажут, что А как же компанию? Вот это и есть полноценная игра. На самом деле, тех игроков, которых я знаю, которые любят именно эту серию, они покупают Call of Duty именно чисто ради мультиплеера. Некоторые даже компанию ни разу не запускали. Я в MV3 как раз-таки запускал компанию. В принципе, нормальный. Несмотря на то, что ее засрали там многие. По мне, так, ну, нормальный боевичок. И тут вот как раз у меня пролагало. Есть вот один нюанс. Я не знаю, возникает он. На самом деле, я тестировал не только с фрапсом. Вот пока я играл, бывает такая фишка. Просто провисает FPS. То ли это связано с не очень хорошим коннектом, то ли с оптимизацией игры. Но на самом деле, насколько мне известно, движок не менялся. И движок при всей своей древности, он отлично просто поддается оптимизации. И на самом деле, я не знаю, с чем связаны вот такие вот лаги. Но, как бы, они, во всяком случае, у меня были. И вот тут я первый киллстрик заработал. Или как они тут называются? Скорстрики. А, да, забыл сказать для тех, кто, ну, как бы, не видел и наткнулся на мое видео впервые. К примеру, не видел Black Ops 2 и по ней видеороликов, что, в принципе, странно. Тут вместо киллстриков скорстрики. И тут я пытаюсь вызвать еще клайши, но почему-то у меня ничего не получается. Ну и в пень. Ладно. Скажу по секрету, киллстрик вызывается на кнопку 3 по умолчанию. И пора подводить какой-то итог. И если вы фанат этой серии, то явно уже давным-давно на полке у вас стоит коллекционка Black Ops 2, купленная за неимоверные деньги. Но если по каким-то причинам вы задержались в экспедиции на Гималаях или в Антарктиде, то вперед в Steam, пока есть возможность купить эту игрушку за 20 баксов. А так она стоит 40 или 50, не помню. Если вы любитель шутеров, и тем более, если у вас есть предыдущие части, то не стоит ждать от Black Ops какого-то откровения. Единственное, что стоит ждать от игры, это если на Steam будет скидка 90% и за 10 баксов, этот шедевр можно покупать. Или, быть может, ваша бабушка, ветеран 20-го престижа, который играет под ником Нагибатор 1943, придет как-то к вам на день рождения или Новый год и скажет «Давай, внучек, понагибаем, ну воф». В остальных случаях я бы посоветовал играть в предыдущие части, либо установить бесплатную Black Light Retribution. И, кстати, видео по Black Ops 2 еще будут появляться, возможно, это будут матчи с комментариями, либо тематические подкасты, посмотрим еще. У меня в загашнике несколько боев, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...